Всем привет! Сегодня готовим великолепные котлеты по-киевски. Но не просто по-киевски, а рыбные котлеты по-киевски. Хрустящая корочка, внутри сливочное масло с укропом. Этот рецепт мне дала моя подписчица Величко Надежда. Надежда, просто крутые котлеты! У меня уже целый запас в морозильной камере. Всем рекомендую! И так начнем с панировки. Нужно взять обычный батон, порезать на кусочки и посушить кубиками в духовке, чтобы сделать панировочные сухари. Они должны быть крупного помола. Так котлетки получаются вкусные, светлые, хрустящие. В общем, намного лучше, чем из магазинных панировочных сухарей. Теперь берем мягкое сливочное масло. Оно полежало у меня часа два просто в кухне на столе. Сюда в мягкое масло я добавляю укроп. Укропа берем по вкусу, ну, на глазок, вот сколько вот есть дома. У меня много, поэтому я возьму вот такие вот веточки, уберу и оставлю только сам меленький укропчик. Его нужно будет посечь мелко-мелко и добавить в сливочное масло. Укроп начинаем нарезать мелко-мелко. Я сначала вот так вот рублю, а потом ножом его секу. Мелко нарубленный укропчик, вот такой, добавляем сюда в сливочное масло. Я советую делать именно с укропом, с петрушкой, ну, мне не нравится, она имеет резкий вкус. И вообще, вот даже котлеты с мясом по-киевски, именно с укропом. Так, значит, смотрите, обязательно масло подсолить. Теперь берем небольшую какую-то емкость, сюда фольгу, но с фольгой мне удобнее всего, удобнее, чем на пергамент. И перекладываем масло вот сюда. Теперь я распределяю, ну, вот так вот ровненько. Можно взять чуть больше лоточек, тогда быстрее застынет все в морозилке. Вот так, я не накрываю. Вот так вот оставляю. И убираю в морозильную камеру на час, хотя бы на 40 минут. Готовить котлеты мы будем из судака. Я взяла уже тушки почищенной рыбки. И сейчас только удалю все косточки, а филейку буду делать из нее фарш. Если вы покупаете нечищенную рыбу, ее нужно все почистить, обработать и использовать только филе. Можно рыбку даже не чистить. Но так как я просто уже там были готовые чищенные тушки, то я взяла их. Все филе нарезаем небольшими кусочками. Вместо судака вы можете взять хек, минтай, ну, все, что найдете. В принципе, любую белую рыбу. И все это дело пропускаем через мясорубку. Берем 4 кусочка хлеба и заливаем их молоком. Вот так. 2 луковицы, ну, такие средние. Разрезаем на 4 части и пропускаем в мясорубку туда, вместе к рыбе. Еще я добавлю 2 зубчика чеснока, можно 3. Отжимаем хорошо хлеб и добавляем еще хлеб сюда же на мясорубку. Теперь в специи добавляем соль по вкусу, тут уже сколько хотите. Обязательно добавляем базилик, ну, где-то у меня пол чайной ложечки сухого базилика. И по перцу. Ну, обычного перчика. И я беру немного, где-то пол чайной ложки белого перца. Вот так вот его долблю. И добавляю еще именно белого перца. Сюда же 2 яйца и все перемешиваем. Должен был получиться вот такой вот фарш. Он хорошо держит форму, видите. Сейчас будем формировать котлетки. Сухари, которые у нас получились, отправляем в блендер и делаем из них крошку. После того, как все помололи, есть несколько вот таких вот крупных. Я их убираю, я их буду еще раз мерить. А вот это вот все можно высыпать. Смотрите, получается вот такая вот средняя крошка. Замороженный кусочек масла. Вот как раз мы все подготовили и масло затвердело. Я нарезаю на небольшие вот такие вот брусочки. Ну, хорошо еще режется. Теперь, значит, смотрите. Пополам этот брусочек и вот так. И вот это в одну котлетку. Ну, вы смотрите просто, какой у вас будет лоточек. Приблизительно вот такими кусочками я нарезаю. Складываю это все на фольгу и убираю в морозильную камеру. Еще на чуть-чуть, пока как раз вот сейчас все подготовлю и буду собирать. Взбиваем несколько яиц с солью, вот так. И будем формировать котлеты. Котлеты нужно делать не очень большие, чтобы они и прожариваться успели, и не горели сверху. Я беру столовую ложку фарша. Вот так можно чуть-чуть больше потом добавить. Вот сюда в серединку закладываем кусочек масла. Сверху еще чуть-чуть фарша. И формируем котлетку. Вот такую небольшую. У меня вот маленькая ручка. Вот так. Теперь сначала опускаем в яйцо. И теперь в панировку. Вот так. Получаются вот такие котлетки. Выкладываем на какую-то емкость для заморозки. Я беру просто вот такую вот стеклянную досточку и буду вот так и замораживать. Они получаются небольшими. Своего рода мы сегодня будем делать как полуфабрикаты. Можно наделать таких рыбных котлет вдоволь и отправить в морозилку. Они прекрасно хранятся, и потом у вас всегда на ужин или на обед по надобности будут котлетки. Так. И вот так вот сухари. Вот такие котлетки получились. У меня сегодня вышло 17 штук, но я делала такие не слишком маленькие. Я хочу, чтобы вы посмотрели. Вот эти такие котлетки у меня побольше, а вот тут я сделала несколько совсем манюничек. Если сделать вот такие небольшие, их получается 20-22. Если вот чуть-чуть побольше, у меня сегодня получилось 17. Ну, в районе 20 штук с килограмма рыбы. Убираем в морозильную камеру и даем им полностью застыть. По факту вы можете вот так вот заморозить, а потом сложить в пакет и жарить. Значит, можно поступить двумя способами. Можно взять двойной кляр, то бишь, когда котлетки замерзнут, сделать такой же кляр и еще раз заморозить. И они у вас будут лежать и ждать своего часа, когда их съедят. Можно потихоньку размораживать, сколько вам нужно котлет. Тоже в кляр во второй и сразу на сковородку. И так, и так можно. Итак, завораживаем, а потом попробуем приготовить, что получится. Достали котлеты из морозильной камеры. Буквально они полежали минут 20, и они хорошо отходят. Теперь котлетки. Можно, в принципе, сразу жарить их, но я сделаю вторую панировку, как было указано в рецепте. И у меня будут такие заготовки в морозильной камере. Несколько штук я пожарю, покажу, какие получились. Итак, еще раз в яйцо. И в сухари. Делаем огонь ниже среднего. Наливаем масло в сковородку, ну так, до статня, порядка сантиметра, может быть, чуть-чуть больше. И отправляем туда котлетки. На небольшом огне обжариваем, постепенно их просто переворачивая со стороны на сторону, чтобы они и сверху не сгорели, и внутри проготовились. Поэтому не делайте большой огонь. Все, слишком много котлет я не закладываю, потому что плотно будет, и они жар будут тянуть. Ну, вот так вот 5 штучек, 4 штучки в одной сковородке. Итак, на маленьком огне по 5 минут с каждой стороны я обжариваю котлеты и отправляю в противень, в духовку, закрываю это все фольгой еще на 15 минут. Теперь давайте посмотрим, какие котлетки получились. Остреньким ножом разрезаем. Ой, смотрите, прям маслечко течет. Смотрите, какая красота внутри. Котлеты получаются очень супер сочные. Количество сливочного масла больше не надо. Делайте вот так, как я показала. Можно добавить только больше чесночка, если вы хотите. Так, давайте же попробуем. Корочка в этих котлетах очень изумительная, прям хрустящая. Сочные, нежные котлеты внутри. Кто любит, добавляйте чесночок в сливочное масло. Будет вообще так пикантно, но это на любителя. Вот такие вот вкусные, сочные котлеты обязательно приготовьте. Сделайте запас, так сказать, на опосля в морозильной камере. Всегда будет какой-то обед или ужин. Попробуйте, вам понравится. На моем канале есть куриные котлеты по-киевски. Приготовьте и такие, и такие, но рыбные просто классные. Все, целую, люблю, бывает и пока.